Что делать, если муж не хочет венчаться? Вот в этом вопросе сразу просматривается непонимание одного из главнейших, я бы сказал, элементов нашей христианской жизни. Надо же спрашивать не о том, что не хочет венчаться, а верит он или нет в Бога. Но разве можно заставлять мужа, если он ещё не верующий, заставлять венчаться? Вы посмотрите, как апостол Павел строго, строго просто предупреждает тех людей, которые недостойно причащаются, то есть не имея ни веры, ни благовения, и вдруг приходят причащаться. Даже помните, что он говорит – оттого многие из вас болеют и умирают. И ведь эти строгие слова, они же относятся не только к причастию, – они же относятся к любому таинству церкви. Но разве можно венчаться неверующему? И вдруг такой вопрос задаётся. Поэтому вопрос-то какой надо было, а что сделать? Сделать, чтобы муж стал верующим, и мы смогли с ним обвенчаться. Тогда вопрос был бы решён. Вы видите, вот какие ошибки допускаем мы, когда подходим чисто формально к вере, к религии. Оказывается, вся религия у нас в чём заключается? Креститься, да, венчаться, понимаете, сходить в храм и так далее. Да раз в этом вера наша, религия. Дай мне сердце твоё, Сыне! Господь говорит, блажен и чисто и сердцем. Кто верует, тот спасётся. Вот, а здесь венчаться. Как печально! Ну, видимо, это задавал вопрос человек, который очень далёк, далёк от церкви, он только знает, что положено венчаться. И по этой причине вот такой вопрос задал. Брак, брак всегда остаётся браком. У атеистов, у мусульман, у буддистов, у язычников, у христиан. Разная конфессия. Брак всегда брак, если вступает в брак, а не в сожительство. А венчание – это есть не что иное, как то таинство, которое принимает верующий человек и принимает это по той причине, что желает помощи Божией в своей супружеской жизни. Поэтому согрешает он не тем, что будто бы живут они в блуде, как это часто говорят. Какой ужас! Какой ужас! Это прямо против апостола Павла, и против Господа Бога самого, который установил брак изначало. Не этим согрешают они, а согрешают чем? Ну, своим нерадением, маловерием, что не хотят обвенчаться. Ну, ты, Господи, ну, мы как-нибудь без тебя проживём, не мешает. У нас же брак, брак, ну и всё. Ну, как-нибудь потом, после смерти. Вот в чём ошибка. Брак всегда брак. Изначально брак – это Господь установил. Ни одно таинство, принимаемое без надлежащей веры, так, не принесёт пользы человеку. Таинство – не магия. И от того, что маловерующий человек обвенчается, проку никакого не будет. Надо это запомнить. Там, где нет веры, там нет спасения. То есть нет никакой пользы для человека. Поэтому прежде надо обязательно, чтобы человек поверил, поверил и сам пришёл к этому. Какой привести аргумент на вопрос, зачем нужно таинство венчания? Аргумент можно привести следующий. Вот вступает враг. Так, и вот одна пара и другая пара. Две пары. Говорят, вот есть возможность, да, если хотите, если вы, вы, ну, исполните вот такие некие нравственные условия, то мы вам подарим автомобиль, квартиру, дачу. Так, так что, если хотите, то пожалуйста. Одни говорят, ну, пожалуй, да, ладно. Другие, ну, сказки нам рассказывай, чепуха какая. Знаем мы эти все обещания. Всё это ерунда, враки и больше ничего. Так вот, для верующего человека таинство венчания, которое он принимает с верой и покаянием, и обещаниям Богу правильной христианской жизни. Так? Этот человек получает от Бога дар, вспомоществующий дар в совместной жизни супругов и воспитании детей. Вот он дар получает. Те, которые не верят, да всё это враги и чепуха, ничего не получают. Ну, вольному воле, свободному рай. Только вот так. Вот чем отличается. Опять касается чего? Что внутри человека. Вы знаете, кто знаком с музыкой, те знают, что такое ноты. Там эти пять строчек, ну, могут ещё там прибавить, и там какие-то, знаете, значки стоят. Это говорят ноты. Но вначале ставится так называемый ключ. И вот, оказывается, существует не один ключ. Если вы к этим нотам поставите один ключ, будет одна музыка. Если возьмёте и уберёте этот ключ, поставите другой ключ, будет другая музыка. Другая. Так ноты те же самые. Верно, те же самые. Музыка другая. Да что ж такое? Вот то же самое происходит и здесь. Одно дело, когда человек с искренней верой и обещанием Богу в христианской жизни принимает венчание. Он получает эту помощь от Бога. Помощь! Не Бог всё делает, а помощь в том, что будет делать человек. Не смешивайте эти вещи! Не смешивайте, пожалуйста, эти вещи! В таинстве не Бог делает за человека, а таинства помогают человеку! Так вот, о венчании тоже тогда Господь действительно дарует. Это благодать, которая поможет в устроении их земной, этой семейной жизни. А те остаются что? А ничего! Да, чего там будет? Подумаешь, ерунда какая! Ну, идите с ерундой! Кушайте здоровье! Вот так! Юридический брак – это действительно брак, но для верующего человека, для верующего человека, естественно, требуется, просто это требует его вера, сама по себе, требуется что? Взять благословение церкви, то есть приступить к таинству брака. Ибо чем характеризуется таинство? Тем, тем, что во время этого священнодействия для верующего человека, и я бы сказал так, в соответствии с силой его веры, дается вспомоществующая в браке благодать. Почему называется христианская семья малой церковью? Вспомоществующая. Вот еще один вопрос, друзья мои, который также надо понимать, что таинство, таинство – что такое? Это вспомоществующие средства, а не то, без чего человек не получит спасение. Ужасная мысль! Да-да! Это вспомоществующие средства! Мы знаем сколько угодно людей, которые в святцах у нас стоят, которые не приступили ни к одному таинству. И они святы. И сколько угодно антисвятцев нет, но сколько угодно людей, которые все таинства, кажется, приняли, и уж сколько раз приняли, и оказывается отверженными, отойдите от меня, не знаю вас, как сказал Христос. Это надо понять. Таинство – это вспомоществующие средства, благодатные средства. И благодать таинства действует по мере, по мере, не просто, как мы говорим, веры. Вот тут надо расшифровать. Просто верю. Я верю. Ну, что я верю? Я могу верить во что угодно. Очень важно, друзья мои, запомнить, что действие благодати любого таинства напрямую зависит от того, с какой решимостью принимает человек это таинство. Решимостью чего? Самое важное, о чём надо непрерывно просто говорить всем приступающим, какого-то ни было таинства. Решимость оставить то, в чём я вот каюсь пред Богом и каюсь перед священником. Решимость исправить свою жизнь. Именно решимость исправить в той мере, в какой, Господи, у меня будет сил. Вот тогда, принимая с таким настроением таинство, человек получает великую пользу и великую помощь от Бога, от Бога. Вот это очень важно, друзья мои, что именно тут требуется от человека вот это решение. Я почему приступаю к таинству? Почему? Всегда любое таинство должно быть сопряжено с покаянием, с сокрушением сердца. И вот с этим я хочу получить благодать, я не могу её получить до тех пор, вы слышите? Я не получу её до тех пор, пока в своей душе не шутит. Господи, я постараюсь жить насколько это возможно, в моих силах жить по Евангелию. Вот тогда, соответственно, только человек получает и всемуществующую силу благодати Божией. Вот это очень, друзья мои, важно. очень, именно. Продолжение следует...